Артур Алехин «Это всё не моё!» «Привет. Только-только вернулся от хирурга. Вырезали очередной имплантат или даже не знаю, как правильно назвать. Врач оказался очень проницательным, добрым, внушающим доверие и надежду человекам. Посоветовал мне побольше общаться с людьми, не держать в себе, выплеснуть свою историю, дабы успокоить нервы и больше не заниматься самодеятельностью. И тем более не вредить себе. Сказал, если держать внутри, можно сойти с ума. Полностью согласен. Сейчас вспоминаю, что я вытворял с собой буквально несколько дней тому назад. И вправду сумасшедший. Заявился к хирургу весь в шрамах, в незаживающих порезах. Некоторые из них и вовсе не прекращали кровоточить. Чтобы вы понимали, я вспарывал себе кожу без анестезии, а затем пальцами пытался достать это. А в больницу пришёл чисто случайно. Почувствовал, что перерезал себе какую-то важную часть организма. К боли я уже привык. Настолько, насколько мог. Она меня не смущала. Но рука вдруг перестала полноценно функционировать. Обвисла. Когда врач осмотрел меня, он только лишь покачал голову и прокомментировал. «Ну что же вы такой глупый-то? Думаете, вы первый? Я вам больше скажу. И не первый, и не последний. Пришли бы. Мы бы вам всё спокойно удалили. Плавно, аккуратно, не спеша. А вы смотрите, что с собой натворили». Я посмотрел на себя и ужаснулся. Одна рука висит, на другой полно шрамов перемешку со свежими надрезами, часть которых немного нагнаевалась, а по всему телу засохшие пятна крови. Мне стало очень стыдно. Зато с тех пор я регулярно хожу на процедуры извлечения и успешно удаляю всё ненужное. Всё у меня теперь выглядит аккуратненько, ухоженно, чистенько. А главное, лишнего становится меньше и меньше. Сейчас оглядываюсь лет на десять назад и понимаю. Не то, чтобы я попался в ловушку. Нет. Я плавно влился в правила коллектива. Как это часто бывает. Попал в механизм социума и очень быстро потерял себя настоящего, а осознал это лишь пару месяцев назад. Впрочем, известная история. Думаю, с каждым случалось нечто подобное. Когда нет яркого контраста, при этом процесс идёт плавно и позитивно, то человек вовсе и не замечает приобретения или потерю, каких-либо качеств. Например, ходит он в тренажёрный зал три раза в неделю на протяжении года. Каждый день смотрит на себя в зеркало и думает «К чему это всё? Какой смысл мне тренироваться? Ведь ничего же не меняется». Но стоит ему сравнить себя с фотографией годичной давности, оказывается, очень даже меняется. Просто он смотрит на себя в зеркало каждый день и потому не видит увеличения объёма мышц. Ему кажется, так было всегда. Я об этом. Плавность процесса. Понимаете? Десять лет назад я пришёл устраиваться на работу, на которую проработал почти что по сей день. Меня приняли очень радушно, дружелюбно. Согласитесь, это ведь здорово, когда воспринимают прекрасный, позитивный коллектив. Когда вам искренне улыбаются и максимально стараются помочь, одним словом, принимают. Меня это, безусловно, очень обрадовало и, наверное, в каком-то смысле замылило глаза. Я всегда был открытым и приветливым человеком, поэтому с удовольствием влился в коллектив и начал строить свою карьеру. Не прошло и нескольких недель, как я уже стал частью своего нового рабочего содружества, словно работал с коллегами всю жизнь. Мы общались друг с другом без формализма, обсуждали не только рабочие вопросы, даже периодически ходили в бар в свободное время. Мы действительно очень быстро стали друзьями. Только одно в тот период меня отличало от всех. На их телах, руках, ногах, даже на лице я замечал какие-то очевидные дефекты. Выпирание, что ли? Вздутие? Словно что-то инородное находилось у них под кожей. Что-то, что периодически давило и хотело вылезти наружу. Сначала я думал это послеоперационный эффект или что-то вроде того. Может быть, неудачная пластика, ботокс. Но когда заметил подобное у всех коллег без исключения, понял. В этом есть какая-то система. Спросил в очередной раз прямо. А что это у тебя такое? Где? Ну, вот, например. Я показал на оголенную часть руки, на участок, под кожей которого, очевидно, что-то выпирало. Или вот. Я буквально дотронулся пальцем до виска коллеги, который у него был неестественно плотным. Заметить это можно было даже невооруженным взглядом. «А, это! Следы от наград!» — горделиво ответил он с довольным взглядом. «Не переживай, и у тебя такие будут». Конечно же, я не закончил общение на этом и детально расспросил. Мои догадки оказались верны. Даже более чем. В этой, на первый взгляд, от странности была не только система, но и мотивация. И корпоративная иерархия — значимость одним словом. За трудолюбие, усердие и преданность работе учреждение не только мотивировало сотрудников щедрыми зарплатами, премиями, внеочередными отпусками, чего, казалось бы, и так достаточно, но и наградами в виде красивых медалек, значков, металлических грамот, грузиков. Последние особенно ценились. Ведь чем больше ваш вес в коллективе, тем вы должны быть весомее в прямом смысле слова. Однажды мы обедали с коллегой в корпоративной столовой, как вдруг послышался звон металла и тяжелый грузный звук, словно какой-то великан, еле-еле передвигая ноги, шел в нашу сторону. Я обратил внимание на то, что многие работники отвлеклись от еды и с каким-то позитивным одушевлением замерли в ожидании появления чего-то особенного. Вероятно, кто-то должен был появиться в дверном проеме с минуты на минуту. Мой коллега тоже не остался равнодушным. «Вау!» — воскрикнул он. «Смотри, сейчас ты увидишь лучшего работника нашего учреждения. Я видел его всего пару раз. Он настолько весом, что появляется очень редко, его всегда приветствуют аплодисментами. Я тоже так хочу!» Последнюю фразу он закончил мечтательно, посмотрев наверх. «Его зовут Шмуэль, но все с уважением называют его дядя Шмуэль. Настолько он важен и авторитетен в жизни коллектива». Через пару минут, в которые шум железа и шагов становился все ближе и ближе, наконец показался тот самый легендарный лучший работник. Вопреки ожиданиям, он не являлся великаном и человеком с большими ногами. Он был вполне себе маленького роста, около метра шестидесяти пяти, выглядел лет на сорок, с небольшой проплешиной на голове и среднего размера бородой. Ему едва удавалось передвигаться на своих ногах. Каждый шаг давался с большим трудом, потому как все его тело было увешано маленькими наградами, которые, ударяясь друг от друга, создавали непрекращающийся ни на секунду шум. Наград было так много, что невозможно было разглядеть свободно участки кожи на всем его теле, а одежды не было вовсе. Это буквально был человек из металла. Только глаза, привычные человеческие глаза, напоминали мне о том, что передо мной стоит такой же человек, как и я. Он был самым весомым человеком в коллективе. Встав в проходе, он медленно поднял руку и как мог помахал ей присутствующим. Все мгновенно зааплодировали и учтиво закивали головами в знак приветствия. Не прошло и десяти секунд, как я присоединился ко всем. Мне действительно было приятно и радостно находиться в такой благостной атмосфере. До того она была заразительна, что я поймал себя на мысли «я тоже хочу получить награды, очень хочу». А путь для этого был очень прост. Нужно просто полностью отдавать себя работе в свое рабочее время, что, собственно, и должен делать любой хороший сотрудник. Никто не заставляет, все в рамках закона и здравого смысла, но хочешь выделяться, работай немного быстрее или больше. Твой выбор, твое право. Я ходил на работу с большим удовольствием. Ежедневно заряжаюсь позитивом и точно понимал, когда-нибудь мой вес в коллективе станет выше, и я получу свою первую награду. Этот день настал. Прошло всего лишь несколько месяцев, как начальник нашего отдела в конце рабочего дня при всех поздравил меня с получением моей первой грамоты. Попросив меня подойти к нему ближе, под аплодисменты коллег он достал из кармана красивую, отполированную до блеска медаль, на которой хорошо читалась «заусидчивость». Он прикрепил мне ее в область предплечья, зацепив за кожу. Несмотря на то, что кончики зацепок были острые, больно не было. Награда села мне на руку очень удобно. Я даже не почувствовал ее небольшого веса. — Словно на меня делали, — пошутил я. Но это оказалось не шуткой. — Награды всегда делаются индивидуально поднаграждаемого, — сообщил начальник. Оставшееся рабочее время я никак не мог сосредоточиться, то и дело наглаживая и разглядывая свою первую, почти что невесомую, но медальку. Придя домой, еще несколько часов я не переставал любоваться своим новым атрибутом, фотографировал его, снимал видео, хвастался по телефону перед друзьями. Затем, наконец, снял ее и лег спать. Проснувшись, первое, что я сделал, надел награду обратно. Мне было очень важно, как и всем остальным, демонстрировать свою значимость. Теперь-то я имел не последний вес в коллективе. Шло время. Я успешно работал и по праву получал новые и новые награды. Чем больше вы вникаете в работу, тем больше от вас зависит, и тем больше часов вы проводите на работе. Стало быть, тем чаще вы получаете поощрение. На десятой-пятнадцатой награде сам по себе факт получения уже не имел такого эффекта, как в первый раз. Для меня это стало привычной закономерностью. Другое дело имел значение вес награды, ибо он отражал значимость в коллективе. Иногда мы в шутку пытались выяснить, кто больше весит, кто больше и более весом для начальства. Чтобы не снимать все красивые награды, мы просто вставали на весы и измеряли вес. Мой вес заметно возрастал. Не сказать, что быстро, но и немедленно, потому что я действительно искренне был предан своей работе. Как-то ночью я поймал себя на мысли, что довольно давно ложусь в кровать со всеми медальками, забывая их снимать. Впрочем, зачем, если они никак мне не мешали? К тому моменту у меня их накопилось уже около двадцати пяти. На ногах, руках, животе, спине, в области груди и даже одна на правой щеке. В ту ночь мне захотелось поспать без них. Я схватился за одну из них, кажется, вторую или третью по счету в своем арсенале, и потянул на себя. Но она не оторвалась. Потянул еще раз. То же самое. Я включил свет и вновь повторил попытку. Каково было мое удивление, когда я увидел, что медаль буквально приросла к руке. Больно не было, но награда действительно срослась. Словно стала частью меня. Словно я пытаюсь оторвать от тела какую-то естественную его часть. Например, палец или кисть. Все это выглядело очень нелепо и пугающе. Тогда я решил проверить свою самую первую награду и вдруг обнаружил, что она не просто приросла к коже. Она уже почти что закрыта ей сверху. Она вросла, словно имплантат. На поверхности предплечья виднелся лишь небольшой выступ, а внутри прощупывалась эта самая первая медалька. Что это? Вспомнил я свой давний вопрос коллеге и его ответ. Следы от наград. Но я-то думал, он имел в виду следы отношения наград. Как бы рубцы, незначительные микродефекты, которые могут оставаться отношения кольца или браслета. Я здорово испугался. Не знал, как к этому относиться. Это выглядело очень страшно. Мне не удалось заснуть в ту ночь. Однако утром коллеги сразу успокоили меня, когда я нервно стал рассказывать о произошедшем, тряся у них перед лицом своими железными грамотами. Они только лишь рассмеялись. Затем, улыбаясь, сняли из себя всю верхнюю одежду, полностью оголив торс. «Смотри, пощупай, не бойся», — предложил один из сослуживцев. Я потрогал. Точно так же, как и у меня. Свежие награды легко снимались с кожи, более старые срастались, а очень старые были внутри. «Это нормально», — продолжил коллега. «Это же твои награды. Лично твои. Твоя гордость, твой успех. В конце концов, это часть твоей жизни. И это навсегда останется с тобой. Наоборот, это здорово, что никто не сможет у тебя их забрать, отнять, украсть. Ты всегда можешь показать свою значимость». Я успокоился. В очередной раз заразился неподдельным искренним позитивом коллектива, с которым мне действительно было хорошо проводить рабочее время. Прошло несколько лет. «Не хочешь перекусить?» — спросил меня один из коллег. «Или сегодня снова не пойдешь?» Я давно перестал ходить в столовых. Обычно мне почтенно приносили еду в кабинет. С каждым годом мне становилось все тяжелее и тяжелее ходить, потому как мой вес в коллективе рос. Я получал все больше наград и в какой-то момент стал тратить слишком много энергии для того, чтобы выдерживать их. В моем кабинете даже поставили кровать, чтобы я мог работать лёжа. А также установили туалет, душ, зону отдыха и еще несколько бытовых примочек, которые облегчали мне рабочий день. К тому же система выстроилась довольно просто. Чем больше вы не двигаетесь, тем меньше вы отвлекаетесь и тратите энергии. Стало быть, тем больше вы расходуете сил на работу. Следовательно, тем выше ваш вес становится в коллективе с каждым днем. Однако в тот раз я отреагировал на предложение положительно. К тому времени я не заходил в столовую уже несколько недель, а потому решил заглянуть. Мне понадобилось около десяти минут, чтобы дойти туда от своего кабинета. Я с трудом передвигал ноги, с трудом держал баланс, чтобы не упасть. Всё моё тело от головы до ног было полностью увешано грузиками, большая часть которых уже давно стала частью моего организма. Я практически перестал носить одежду. В ней больше не было надобности. Висящие на теле медали были моей одеждой. Наконец, когда я подошел ко входу и сделал первый шаг внутрь, я услышал громкие восхищенные аплодисменты. На меня смотрели молодые люди. В их глазах читалось почтение и уважение. Ведь к тому моменту я стал лучшим работником, а все они хотели быть похожими на меня. Я помахал им рукой, вспомнив, как когда-то тоже приветствовал лучшего работника учреждения. Это было невероятно приятно. Я чувствовал гордость и умиротворение. А совсем недавно я уволился. Не случилось никакого конфликта. Нет, я просто устал. Сообщил начальству, отработал до тех пор, пока мне не нашли замену. Коллеги устроили мне прощальную вечеринку, и мирно, спокойно, с почестями я ушел, став безработным. Несколько недель я просто отдыхал, наслаждался жизнью. Только стал замечать, что для свободной от работы жизни мои награды начинают мне мешать. Мне тяжело передвигаться, сложно почесать себе спину, сложно вставать с кровати по утрам, банально сложно ходить в магазин за продуктами. Наград было слишком много, и они были очень тяжелыми. Однажды ночью мне не спалось. Я включил свет, подошел к зеркалу и посмотрел на себя, предварительно сняв медальки, которые еще мог снять. Тело мое бугрилось из-за вросших имплантов. Лицо неровно перекошенное из-за разной тяжести наград. Шишки покрывали мои руки, словно я болею тяжелой формой артрита. Я увидел не себя, а какого-то урода. «Это не я», — проговорил я тихо. А затем громче, еще громче. А затем я просто закричал во все горло. «Это не я, я другой, это все не мое, это не мой вес, это не мое тело, все это не я». Меня одолела истерика. Я катался по полу и пытался вспомнить себя настоящего, молодого человека с небольшим весом, с красивым привлекательным лицом и телом, без грузиков, без грамот, без медалей, без веса. В тот же момент я решил избавиться от своих наград, очиститься от них. Однако это было невозможно. Как я и говорил, они стали частью меня. Я взял нож и попытался их удалить. Получилось, вытащил одну, окровавленная, сросшаяся с моим организмом, с приросшей к ней кожей и мышцей. Одна медаль лежала на моей трясущейся ладони. Мне стало до того больно, что я чуть не потерял сознание, а наград у меня насчитывалось сотни и сотни. «Неужели мне придется каждый раз терпеть эту безумную боль?» – подумал я и принялся вырезать вторую. Но не дорезал. Не смог. Я составил план удалять по одной награде раз в день. Мне давалось это очень тяжело, я испытывал невероятные мучения. В какой-то момент я подумал, что рано или поздно умру от болевого шока или кровотечения. Я даже был к этому готов. Но в итоге я случайно перерезал себе сухожилие на руке и оказался у врача, который успокоил меня и заверил, что пройдет не более года, как я снова стану самим собой. Настоящим собой, каким когда-то и был. И я уже в пути. Пожелайте мне, пожалуйста, удачи и спасибо за то, что выслушали меня. Друзья, буквально несколько секунд рекламы под конец этой истории. У меня есть авторский канал на Ютубе и Рутубе, где вам больше удобно. А лучше и там, и там. Артур Алехин. Все очень просто. Пожалуйста, если вам нравится мое творчество, подпишитесь и будьте немного активнее. Кстати, на канале есть моноспектакли по моим сценариям и не только. Это действительно очень важно для меня и моего творчества. Возможно, вскоре я сделаю отдельный выпуск комментатора No Comments на эту тему. Жду вас. Спасибо за внимание.